Вы слушаете радио Болткома, утро на Болткоме. Но с понедельника жизнь не будет прежней, множество непривитых клиентов не пустят, например, в кафе, в супермаркеты, в клубы, рестораны и другие предприятия. И это означает, что они могут потерять часть клиентов, а значит часть прибыли. Вот обо всех этих проблемах хотелось поговорить с президентом торгово-промышленной палаты Айгорем Ростовскисом, который с нами на прямой связи. Доброе утро, господин Ростовский. Доброе утро. Да. Вот действительно, как сейчас обстоят дела, вот насколько торгово-промышленная палата аккумулирует вот эти мнения предпринимателей и какое настроение вообще в предпринимательской среде? Вот месяц прошел, закончился, но все равно нам дают сигналы понять, что к прежней жизни все равно еще, ну к прежней жизни мы не вернемся. Да, мы стараемся работать в такой как бы онлайн режиме, да, потому что очень динамика такая большая, мы все время в контакте с нашими членами в разных атмослях. Кстати, у нас сегодня будет, ну, ежемесячный совет, и будем опять обсуждать, и как бы эту позицию опять, ну, как бы адаптировать, да, чтобы наши представители во всех там группах ОВГ и правительстве могли давать наши эти месседжи. Ну, если в целом говорить, то, конечно, что мы видим, те предприятия, которые работают на экспорте, что-то производят, ну, в целом, там опять отрасль на отрасль, но там дела идут плюс-минус хорошо. Ну, страдают больше всего те предприятия, которые работают на внутреннем рынке и в сфере как бы услуг, где есть контакт с человеком, да, это там торговля, это общепит, это какие-то мероприятия и тому подобные. И, конечно, ну, те предприятия терпят больше всего, так что тут такого одного, ну, на всех одного чувства нету, да, и вот как бы вот так по-разному, да, ну, вот так. Получается, что единства нет, и каждый, в принципе, пытается сам за себя? Ну, так я не могу сказать, мы стараемся все-таки эти, ну, как бы наши позиции, ну, все-таки как бы, ну, совмещать, чтобы они были общими, да, потому что есть какие-то горизонтальные позиции, ну, в целом все предприятия просто хотят работать, чтобы можно было делать то, что каждый делает, в этом мы все сходимся. Ну, там есть, расходятся как бы немножко позиции в нюансах, ну, даже вот сейчас, да, когда эти законодательства там с 15-го числа и там в декабря не может будут работать, ну, те люди, у которых нету вакцинирования, конечно, в многих отраслях есть реальные проблемы, потому что, ну, к сожалению, там есть объем людей, ну, работников, которых нет вакцинирования, тогда у многих предприятий будут как бы реальные проблемы, да, потому что, если человек не может прийти на работу, просто, ну, возникает такого рода проблема, и тут есть, возникают немножко внутренние такие дискуссии, ну, кто-то говорит, что надо строго подходить, там, все, или не вакцинируем, и там, отпускаем. Другие говорят, надо какой-то переходной период, там, еще какое-то время, там, работать, я не знаю, с тестом, или там, да, эти могут работать, ну, потом новых не принимаем обратно с, скажем так, без вакцины. Ну, ну, такого рода расхождений, ну, это понятно, потому что, ну, разные предприятия, у них разные ситуации. Если мы так подводим итоги, это была изначально одна из наших позиций, чтобы правительство, принимая решение, максимально отдавало, ну, возможность каждому предприятию, как бы, адаптироваться, ну, чтобы он сам на месте мог принимать решение, как конкретно ему поступать, потому что никто не заинтересован, чтобы этот COVID-сплеск произошел в конкретном предприятии, да, это тоже ясно, да, так что, ну, все предприниматели прагматичные, адекватные люди, да, ну, вот так, такая ситуация в целом, да. Ну, смотрите, получается так, что правительство, как бы, принимая такие жесткие ограничения, рассчитывает на то, что люди, которые еще не решились, ну, на вакцинацию, они будут поставлены, ну, вот в такие, ну, условия, что да, или ты теряешь работу, или идешь вакцинироваться, но вдруг, вот не может ли возникнуть действительно такая критическая ситуация, что эти люди проявят, наоборот, принципиальность, и рынок труда потеряет, во-первых, ну, часть рабочей силы, а, во-вторых, это создаст, ну, вот и нагрузку на общество, поскольку эти люди окажутся без работы, и, опять-таки, они должны или получать пособие, или каким-то образом это должно регулироваться, то есть не приведет ли это вот к какой-то такой кризисной ситуации? Ну, я сейчас, может быть, такой, если мы такой вопрос не задали, я немножко свою позицию такую личную выскажу, просто надо тут немножко пойти пару шагов назад, я думаю, что в целом проблема вообще в этом менеджменте кризиса, да, в целом, да, ситуация, конечно, изначально была очень неясная, но то, что мы видим сейчас, да, вот госпитализируется в основном, да, есть, конечно, и помоложе люди, ну, в основном госпитализируются, и, к сожалению, умирают, и в целом, в целом, еще раз повторяю, ну, наши сеньоры, да, и в этой, как бы, программе, ну, вообще, как эта вакцинация проходила, если бы этот, ну, усварс, это, как бы, концентрация была бы на наших сеньорах, и латышко-говорящих, и руско-говорящих, да, и там был бы, ну, там бы было, как бы, результаты намного выше, да, тогда бы, ну, больницы бы не были настолько полными, да, тогда бы остальное общество могло бы работать, ну, двигаться более свободно, просто из-за конкретной ошибки в менеджменте, как управляться кризисом, мы сейчас всех, как бы, страдаем, я вчера участвовал, ну, я в разных международных организациях тоже участвую, у нас был совет европейских инвесторов России, там, ну, мы обменяемся мнением, и там конкретно, скажем, коллега из меня, я не говорил, да, у них вакцинации, там, порядка 75%, но у сеньоры, там, 90-100%, да, и у них совсем другая ситуация, потому что, как бы, получается, из того, что не вакцинированы те люди, которые в основном страдают, больницы заполняются и страдают все остальные, да, но если уже мы говорим эту фотографию, то, конечно, мы, как бы, общество и предприниматели каким-то образом загнаны в угол, да, потому что он там, нет, ну, очень сложно, да, что, ну, эту вакцинацию даже для сеньоров не можно провести очень быстро, да, и вот государство принимает такие решения, я могу сказать, что и наши члены, многие тоже, ну, за такую очень жесткую позицию, да, что надо, ну, как бы, так и ставить, чтобы, ну, как бы, у людей не было вариантов, или, ну, конечно, это такой уже вопрос, я не знаю, что вообще будет, ну, вперед, потому что, насколько я понимаю, ну, то, что вы уже рассказали, там, многие принимают решение уходить, там, безработницу, да, там какие-то, наверное, суды будут, ну, очень, немножко так неясно, чем это, как это, как это продолжение будет, и вот, вот это есть, да, проблематика, который, ну, предпринимателей волнует, потому что для бизнеса самое важное, это, ну, максимально предельная ясность, да, что, ну, ситуация такая, тогда бизнес инвестируется и работает, если вот очень много таких неясностей, ну, сложно, да, кому-то что-то обещать, что-то там, какие-то конкретные контракты сделать, тому подобное, так что так. Ну, уже сейчас, в принципе, можно предположить, вот, что работа в зеленом режиме приведет к оттоку клиентов, то есть, ну, вот, делаются расчеты, что примерно все-таки вот 30% посетителей, которые не вакцинированы, они не смогут посещать кафе, рестораны, вот, ну, места, то есть, получается, что те предприятия, которые ориентированы на сферу услуг, они потеряют 30% прибыли, и вот уже есть статистика, что 453 предприятия общественного питания, ну, решили, приняли решение не возобновлять работу и закрыться, потому что они не видят возможности получать, ну, работать с прибылью. Ну, это абсолютно правильно, то, что вы говорили, ну, как я понимаю, стратегия правительства такова, что просто вот давить на эти, как бы, точки, да, и, ну, рано или поздно люди, которые, ну, скажем так, ладно, они там ушли подработиться, кто-то еще как-то, у кого-то там накопление, ну, в один день просто деньги кончатся, и у человека ничего не останется, как идти вакцинироваться, да, я думаю, вот, это такая, ну, как бы, стратегия, ну, правительства. Я, я еще раз говорю, я не буду комментировать, я уже высказался, да, что, ну, это как в бизнесе, понимаете, если, если понять эту картину и надавить на правильные точки, да, тогда остальное, ну, решается само по собой намного легче. Если ты уже в самом начале сделал ошибки, да, то уже вот этот, уже этот ошибочный путь, он уже приводит к другим, ну, другого рода проблемам, и мы на этом ошибочном пути, как бы, да, сейчас мы стараемся как-то из него выходить, да, а, конечно, сейчас уже ситуация довольно-таки сложная, и что еще плохо, конечно, если мы смотрим на экономику в целом, да, что, то есть страны, где, вот, ну, то, что я уже назвал, тоже Финляндию и тому подобное, и там Дании, и все такое, экономика, ну, душит, душит более свободно, да, там уже, ну, люди работают, все там, экономика двигается, а у нас какие-то запреты, мы чисто экономически и потом опять, и опять, ну, и в этой глобальной конференции мы тоже теряем, да, ну, так что это все такие вопросы вообще концептуальные, вопросы к нашему обществу, к нашему менеджменту нашего общества, как мы вообще, ну, учимся, ну, управлять страной, да, таких, потому что в такой, ну, плоской жизни, когда нет таких сотрясений, да, тогда еще можно, как бы, так, ничего так не вылезает, а в момент кризиса вылезают все, все, как бы, такие проблематики, да, и то, что еще конкретно вылезло, и это вообще обсуждается общество, это недоверие, это недоверие разным групп, да, там врачи общества, там, не знаю, общество, правительство, это вообще, ну, это нам как задача, обществу Латвии и в целом, и правительству как части общества устраивать новые, новые мосты доверия, это там русскоязычные, латышские, Ну, это по всем моим группам, да, потому что без доверия никуда мы не сможем двигаться вперед. То, что показывает тот же пример Дании, да, просто уровень доверия общества намного выше, и там, ну, все получается. И мы должны были, и государство приняло еще решение, не в таком брибрате им, в принципе, эту вакцинацию продвигать, а кнутом, да, вот не идете, да, а мы вас заставим, да, а что происходит с человеком, когда его заставляют, да, что это, ну, да, он провакцинировался, но эта мысль у него осталась, меня заставили, да. И это не очень хорошая такая, ну, на будущее не очень хорошая такая ситуация, да, так что вот у нас в развитии общества предстоит очень много таких вопросов решать. Да, я напомню нашим слушателям, Айгар Ростовский с президентом промышленной палаты с нами на прямой связи, мы буквально вот позавчера говорили с женщиной, которая живет в Финляндии, и она рассказывала как раз-таки, подчеркивая, то есть мы когда спросили, вот, ну, почему такой высокий уровень вакцинации, она сказала, ну, как к нам обратились, и, ну, правительство сказало, что нужно это сделать, и очень высокий уровень доверия, и, в принципе, все, ну, как бы восприняли это абсолютно добровольно и с желанием, это была проблема решена. Она даже была удивлена немножко этой постановкой вопроса, как, в общем-то, это могло бы быть по-другому. Да, ну, вот говоря все-таки вот о том, что насколько для предпринимателей вот эта неясность с правилами, она создает такую нервозную обстановку, потому что, когда правила все время меняются, и невозможно, ну, составить долгосрочный какой-то бизнес-план, вот, к чему это может привести, и вот есть ли какой-то контакт с правительством, ну, вот, в том числе по торгово-промышленной палатой, чтобы, как бы, понимать, ну, было какое-то понимание будущего? Ну, я начну с второй стороны вопроса. Контакт есть, он есть со временем, ну, поймите, дело в том, что, ну, опять это такой вырос нашего общества, и политики понимают, что у них основной голосующий человек на выборах, да, это не предприниматель, это, может быть, пенсионер, это чиновник, это там, ну, потому что предприниматель – это численность и меньшинство общества, да, и, ну, и в этих всех коммуникациях мы, как предприниматели, в меньшинстве, да, и поскольку, ну, к сожалению, у многих политиков нет такого долгосрочного видения, как развивать государство, они принимают решение на долгосрочное, чтобы меня переизбрали, мы будем делать то, что, вот, как бы, такой, ну, популярный для людей, скажем, вот, и, ну, эти самые версии, да, вот, а как это все в жизни происходит, ну, это там уже, как будет, так будет, да, контакт есть, ну, к сожалению, этот сухой выхлоп там не очень-то качественный получается, а если мы говорим вообще о предпринимателе, поймите, ну, от чего отличается предприниматель от любого другого человека, да, только от того, что он привык брать на себя риск, а это, это, ну, люди, как бы, одинаковые, ну, предприниматель просто, он берет на себя риск, и, конечно, в таких условиях неясности, что происходит, ну, предприниматели не столь много, может быть, рискуют, они, как бы, думают больше о том, как это время прожить, да, это так чисто сразу ментально, так, ситуация неясная, давай, как бы, так, посмотрим, как это неясный период пройти, и там уже, когда светит солнце, будем двигаться вперед, это, ну, это чисто психология, да, ну, с другой стороны, могу сказать, ну, можно смотреть и на кризис всегда, как на возможности, многие так и делают, да, что, ну, у всех кризис и стараются, как бы, наоборот, ну, экспансировать, да, и у многих это получается, но это вопрос больше вообще о, вообще, о, уже психологии конкретного предпринимателя, ну, с другой стороны, вот эти катрасля, где эти запреты, там с какой-то большой экспансией, там сложновато, да, там просто невозможно работать, к сожалению. Насколько вот механизмы поддержки государства работают и какие-то будут, сейчас известно ли, вот, ну, сколько будет выделено на поддержку предприятий, вот, ну, сферы услуг, в частности? Там, ну, я, 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 я так понимаю, что там тоже все время эта дискуссия идет и решение принимается, ну, то, что я уже в реале их чувствую, я получаю информацию от членов, что там идет немножко такой сдвиг по времени, ну, грубо говоря, тебе запретили работать, там, не знаю, в октябре, а получишь ты, там, через месяц, через два, ну, там идет какая-то проблематика, ну, плюс мы же все понимаем, что это деньги, ну, заемные, да, это, ну, там политики, там, министры Брейерс и Кавин, в примере, говорил, у нас там денег больше, как всегда, ну, это такой, ну, все равно мы понимаем, что госдолг растет и, и, как бы, Европа тоже на этот момент отпустила эту рамку и просто эти деньги берутся с наших детей и внуков, да, и сейчас просто, ну, даются компенсации. Конечно, ну, понятно, что мы, это была наша позиция, если кому-то запрещать работать, то это надо компенсировать, но мы опять возвращаемся в этой большой истории, вообще стратегии управления и кризиса. Если было, если мы, ну, быстро поняли, что этот вирус больше всего, больше всего, ну, попадает по нашим сеньорам, то надо было на это и, ну, как бы, концентрироваться, да, ну, и если там совершили ошибку, то потом идет уже как лавейна, да, это неправильный путь уже дает все эти искривления, да. Если ты вначале попадаешь в точку, да, то уже намного выше. И то, что у второго, это уже концептуально, не можно решить вам в один день то, что вы и сказали, и мы уже общались насчет этого доверия, ну, людей к правительству. Потому что, если, грубо говоря, 30 лет общество видело, что там происходит коррупция, там какие-то непонятные сделки, переплаты, там ароганция со стороны правительства, ну, тогда люди просто, ну, это, ну, складывается, это, как бы, ситуация недоверия, и в такой кризисной ситуации, как доверие, самый главный, ну, как бы, козырь, да, ну, и она не работает, да. Если в Финляндии там, как бы, как правительство работает открыто, никто ничего не ворует, там все время есть такая человеческая отношение, и в момент кризиса это срабатывает, кто-то спросит, многие люди, ситуация сложная, да, мы там много чего не знаем, но бацина самое то, что есть, ну, то, что мы можем предложить, пожалуйста, и люди идут, и все. Это вот и все. Просто думал. Такая картина, к сожалению. Но это, наверное, мы в этапе роста, да, мы как независимая страна, сейчас второй независимости 30 лет, ну, это, наверное, такой возраст еще какой-то там детский, юношечки, но мы должны, как вообще, думать, как это все улучшать. 6-7-212-93-9, звонок в студию, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, представьтесь. Да, ваш вопрос. А Игорь Ростов сказал. Вы упрощаете ситуацию, что вот сеньоры, если у всех там и виноваты во всем сеньоры. Да, сеньоры, если заражаются, болеют более тяжело и попадают в больницу. Но кто заражает этих сеньоров? Молодые, я скажу, даже те, кто вакцинированные, тусуются сразу по заграницам, сюда, туда, и они заражают, они просто легче болеют. Но они распространяют эту болезнь, они сеньоры. Так что молодых и работающих, наоборот, надо вакцинировать, чтобы они соблюдали тоже правила, а не то, что уже все, никаких ограничений. Спасибо большое, да, спасибо, но я понимаю, что это звонок вот как раз от сеньоров, которые обижены, но с другой стороны, вот... Я с удовольствием отвечу, да. Во-первых, я не говорил, что кто-то виноват. В этой ситуации, там, может быть, виновных можем искать вообще, там, от нашего образа жизни, там, у Хани где-то, да, ну, вот, ситуация такая. Просто то, что мы видим, да, к сожалению, но это объективно, да, в больницах, в больницах, да, в основном, ну, заполняется нашими сеньорами, да, уважаемыми. Никто не виноват, это просто реальность. Я не говорю, что там не надо вакцинироваться, мне не вакцинироваться ни молодым, ни, как бы, там, сеньором, да. Ну, если бы, если бы, скажем так, больницы не были наполнены и можно было там, ну, адекватно работать, да, то просто остальная часть общества могла бы жить более, ну, не столь, не надо было что-то закрывать. Потому что я тоже был там в Германии, везде, даже при очень большом уровне вакцинации, все равно люди там в масках, соблюдают дистанции. Это все равно, ну, надо делать, да, потому что, ну, оно делает вакцина, а в другой, это просто не надо жить в этой ситуации, когда вирус распространяется. Ну, я еще раз говорю, никто не виноват, это просто, ну, картина такая. Ну, что же нам показывает, что время, к сожалению, истекло. Президент торгово-промышленной палаты Айго Ростовский с нами был на прямой связи. Большое спасибо, мы будем держать руку на пульсе, будем надеяться, что когда появится новая информация, мы обязательно с вами свяжемся, попросим прокомментировать. Всего доброго, хорошего дня, до свидания. Спасибо. Радио Болтком